Итак, пожалуйста, встречайте, у вас в гостях Леонид Натапов. Спасибо. Дорогие друзья, у нас сегодня вечер анекдотов. Ну, я как родитель со стажем, я просто ничего не буду, никаких анекдотов вспоминать, просто расскажу вам несколько чисто таких школьных историй. Это мне мои дети рассказывают. Значит, учительница задает в классе такой вопрос. Дети, говорит, отказывается, на уроке зоологии было. Скажите, говорит, дети, почему, говорит, у козы грустные глаза? Ну, дети опешили, тут все отличники притихли. Учительница повторяет, я, говорит, спрашиваю, почему у козы грустные глаза? Тот один мальчик соседний с последней партии растерялся, говорит, ну, говорит, наверное, потому, что у нее муж козел. Дети, ну, акселераты, это мы уже все давно это про них знаем, но вот, например, у меня пятилетний Стасик немножечко читает, немного пишет, а у моего знакомого вообще, он, говорит, ребенок пятилетний дневник ведет. Я даже, знаете, поначалу не поверил, но он, говорит, ну, точно, говорит, ведет дневник. И рассказывает мне такую историю, говорит, понимаешь, говорит, ребенок подходит, говорит, днем мальчик, и, говорит, папа, говорит, откуда я взялся? Он, говорит, я-то знаю, говорит, что надо, говорит, всю правду говорить, но я, говорит, настолько растерялся, ну, по старинке, говорю, вот, пошли с мамой, значит, в магазин, вот, отстояли очередь за тобой, значит, большую, вот, покупку оформили, тут, говорит, чек, где-то валялся. Вот, и думал, что, значит, проскочил. Вечером, значит, ребенок лег спать, папа смотрит, дневник открыт, и он читает. Там, значит, написано, провел с отцом сексуальную беседу, дуб-дубом. Дорогие друзья, ну, вам уже рассказали, что театр у нас называется «Плюс», первый спектакль, который у нас вышел, это был спектакль о сексе, и, собственно, вы знаете, там у нас тоже все начиналось с анекдотов. В смысле, было такое режиссерское задание, выходишь на сцену, начиная с сексуального анекдота. И мы начинали, я, например, начинал так, я говорю, товарищи, представьте, идет автобус, в автобус врываются два грабителя, один, значит, здоровый, другой маленький, и здоровый, говорит, так, сейчас, значит, все, говорит, будем, говорит, грабить и насиловать. Маленький, говорит, не, 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 говорит, только грабить. Здоровый, говорит, не, говорит, сейчас все, говорит, будем, говорит, грабить и насиловать. Маленький, не-не-не, только грабить А там женщина сидела, говорит, ты, маленький, помолчи А вот такая зарисовка Свадьбу сыграли двое, узбек и украинка И, значит, они вот на следующий день после свадьбы У них как бы знакомство что-ли продолжается И он ей говорит, ты, говорит, понимаешь Ты должна лучше знать мой характер, чтобы у нас мир был в доме Вот если, говорит, я, говорит, домой прихожу И у меня тюбетейка на левом глазу Значит, у меня хорошее настроение Значит, все, говорит, любить тебя буду, уважать буду Плохо будем готовить Но, говорит, если я, говорит, приду домой И у меня тюбетейка, говорит, на правом глазу Значит, у меня плохое настроение Одевай перанжу, лезь под кровать За себя не отвечаю Она говорит, а дай меня послушай Если, говорит, ты, говорит, домой придешь И у меня, говорит, руки, говорит, вот так Значит, у меня хорошее настроение Значит, тебя ждет украинский борщ Тоже любить тебя буду и так далее Но, говорит, если ты придешь домой И у меня, говорит, руки, говорит, вот так То мне начхать На каком глазу у тебя тюбитейка АПЛОДИСМЕНТЫ Я вид на набор